В Бельцах, как и в Кишинёве, у Демократической партии нет своего кандидата, и они тоже будут действовать через прокси, через прокладку, через кандидата в партии социалистов. Насколько известно, называются две возможные кандидатуры от партии социалистов. Это Александр Усатый, советник, руководитель местной организации ПСРМ, и Александр Нестеровский, депутат парламента от партии социалистов. Они все вышли из партии коммунистов, так же, как вообще вся организация одем партии в Бельцах, это бывшие коммунисты и кураторы в Кишинёве, тоже бывшие коммунисты. То есть, если Дадон думает, что это будут его кандидаты, то, наверное, он и тут сильно заблуждается. Так же, как в Кишинёве Иоанн Чибан будет кандидатом в Лохотнюка, так и в Бельцах формальные кандидаты от партии социалистов на самом деле будут кандидатами Плохотнюка. И если посмотреть в корень, то эти выборы, они очень важны. И в Кишинёве, и в Бельцах. Фактически это будут не местные выборы, это будет референдум о доверии или о недоверии демократической партии и руководителю этой власти Плохотнюку. Граждане, которые обладают правом голоса, они могут сказать своё «нет» этой власти. Я знаю, что многие скептически к этому относятся, говорят, что государство захвачено, ничего нельзя изменить, какой смысл идти на выборы, всё без нас решили. Ну, это тоже, конечно, позиция. Можно понять разочарование людей, их неверие вообще, никаких политиков. Такая позиция, моя хата с краю, что я могу сделать. Но, с другой стороны, неучастие в выборах – это тоже сам по себе выбор. Но есть и другой вариант, всё-таки попробовать сопротивляться. То есть участие в выборах, для меня это тоже, да, государство захвачено, да, давит, да, фальсифицирует, да, уже выборы во многом украдены. Но это всё равно форма сопротивления. Это как на войне, если ты не сопротивляешься вообще, ну, тебя просто уничтожают. Здесь можно попробовать оказать это сопротивление и выразить своё недоверие этой власти на выборах в Кишинёве и Бельцах. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова